Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров. И мы говорим сегодня о первой партии Вейконзеи. Стартовал классный турнир, еще одна интересная порция событий нас ожидает. И вчера состоялся первый тур. Магнус Карлсон играл белым цветом, обыграл подающего надежды Альризу Ферруджу. И мы обязательно посмотрим сегодня, как это произошло. Партия весьма непростая, есть что посмотреть, есть что обсудить. Ну а прежде чем мы приступим, мы посмотрим результат первого тура, который состоялся. И перед вами сейчас следующий результат. Анишгири обыграл Арианна Тарри в достаточно интересной позиции. Тарри пожертвовал фигуру, но этого оказалось недостаточно. И Нильс Гранделюс в очень сложной борьбе обыграл дебютанта Вейконзея Александра Донченко, который заменил Даниила Дубова в последний момент, можно сказать, на ленточке. Но остальные партии завершились ничью. Турнир весьма интересный, предстоит очень много событий. Ну и мы приступаем. Итак, первая партия турнира. И Магнусу Карлсону, если забегая вперед, он дал интервью после партии, сообщил, что давно у меня такого старта не было, чтобы первой партии я уже смог одолеть кого-то. Обычно все начиналось с каких-то тягомотных ничьих. Ну и, в общем-то, с Феруджей возник классический, можно сказать, ферзевый гамбит. Но переходящий в структуру улучшенной защиты Тароша. Сейчас мы посмотрим этот момент. ЦД. Ранний ход. И черные бьют конем. То есть, вот в таких старых классических канонах бьют именно конем, чтобы разменять как можно больше фигур. Ну, здесь много систем. Посвящено этому и система Капабланк, и система Ласкера. Там много здесь различных идей. Значит, слон Е7. Ферзбит Е7, Е4. Ну и, в общем, быстро структура изменилась. Рокировка слона Д3. Все это встречалось на практике неоднократно. Но, с другой стороны, позиция не так популярна, как нежели, когда белые играют вместо целых, делают ход Е3. И вот к этой позиции, об этой позиции можно говорить следующее. Черные обычно здесь играли Б6. Была одна из сильнейших партий. Верле в Мородиабаде, которая завершилась ничью. А остальные, в общем-то, партии не принесли каких-то супердивидендов белых. Хотя, изначально позиция их поприятнее. Ну и здесь возникает вопрос, что делать с центром белых. То есть, как его атаковать. То ли С5, то ли Е5. Это вечный вопрос. То ли вообще стоять. Но стоять просто и ждать не получится. Поэтому, так или иначе, черным придется какую-то из этих пеших двинеть. Ну и Феруд же решил сыграть С5. Появилась новинка. И уже в этой позиции обычный гол, как я сказал, играли Б6. С5, рокировка, естественно. И разгрузочная операция. СД, СД, Б6. Ну, что же. Вот переход. Так называемый, как раз таки, улучшенный защиту Тарыша. Прямо практически один в один. Единственное, что можно сказать, что ферстный Е7 стоит. И пешка на А6. Какие-то дополнительные здесь ресурсы. Ну, а у белых, в общем-то, слон стоит на Д3. То есть, обычно он где-то располагается изначально на поле С4. Здесь, как сказал Магнус, был как раз таки первый критический момент, который он, возможно, недооценил. И он сказал, что, возможно, ход А4 не лучший. Ход, в принципе, классический. Потому что белые хотят продвигать А5 и создавать напряжение на фланге. Это, в общем-то, разумно очень. И таким образом открывает чуть больше возможностей. Ход более чем классический. Но, тем не менее, Магнус сказал, что, возможно, этот ход упускает определенным образом часть какого-то плюса. Отмечу, что у черных была еще вторая возможность пойти Е5. И в этом случае белые обязаны создавать защитную проходную. Ну, а черные подставят, скажем, Каня на С5. И вполне пригодная, крепкая у них позиция. Дальше слон идет на Д7. Возможно, пешка встанет на Б6. И я вот не уверен, что вот эта вот расстановка как-либо может вообще быть проблемной для черных. Но, однако, так не последовало. То есть, вполне возможно, мы бы увидели совершенно другой рисунок. Итак, последовало ход Б6, А4. И здесь Ферруджи естественным образом развивается. Естественно, А5 здесь играть ни в коем случае не стоит. После А5 белые могут как ферзь Б1 взять под контроль пешку, так и слабо поле Б6. Б5, прошу прощения. Поэтому ни в коем случае здесь этого создавать не надо. Слон Б7, А5. И черных ладнокровным взяли Ба, ладья А5. То есть, вот такая вот структура. Изменение произошло в ней. Конь Ф6. Ладья Е1. Ладья Д8. Да, возвращаясь к моменту хода А4, я единственное, что могу сказать, что имел в виду Карлсон, когда он говорил о ходе А4. Вот этот момент сейчас мы увидим. Возможно, был еще какой-то очень хитрый ход Ферзь С1. То есть, идея этого хода в том, что в случае стандартного классического вывода слона на Б7, белый заходит Ферзем на С7. Очень позиция противная их становится. То есть, в этой позиции после хода Ферзь С1, черным необходимо делать какой-то ход. Может быть, Е5. Но в целом, белый Ферзь вот готов проникать на С7 со сложной игрой. Ну, окей. Давайте смотреть, что было дальше. Значит, Конь Ф6. Ладья Е1. Белый защитили центр. Черные расставились. И, опять-таки, более чем человеческое решение Ферзь А1. С достаточно примитивным нападением. То есть, у белых контроль над центром. И, в общем-то, хорошая работа по линии А. В целом, наверное, позиция чуть лучше у белых. И так чисто визуально. Конечно, каждый бы с удовольствием играл в бою за белых. Это действительно так. Ферруджо хороший перевод осуществил. Сыграл Ферзь С7. И Ферзь начал пограживать за ходом на Ф4. Отмечу, что взятие на А7, конечно, в этой позиции непригодно. После взятия, взятия, позиция сразу близка к ничьей. После Ферзь С5, Ферзь БЦ5, ДЦ. Черный играет Ладья С8. И белые не успевают защитить две пешки. Одна из них падает в любом случае. Но так, естественно, Магнус играть не хотел. Но были возможности пойти с Ж3, чтобы ограничить Ферзя на Ф4, чтобы он не попал. Но Магнус сыграл более надежно. Сыграл А3. И вот после хода А6 возникла следующая позиция. Ладья С5, Ферзь Ф4. Ладья Е5. Да, отмечу, что и сейчас даже у белых был интересный ход Ж3, который позволял выиграть, возможно, Ферзя. Но в такой ситуации черные получали сильную компенсацию. Хотя, с другой стороны, кто знает, что это за позиция могла бы быть. Хватало ли здесь у белых каких-то видов на перевес или нет, это уже другой вопрос. Однако, ход действительно заслуживал внимания. Такой вот, можно сказать, трюк. Может быть, у черных еще какие-то дополнительные ресурсы были взамен. Но, окей. Последовал Ладья Е5, Конь Д7. И после хода Ладья Е5, Конь Ф6. Ферзь Ферзь, конечно, был бы очень рад на начало такому, чтобы черными отничиться с чемпионом. Но, Магнус был настроен очень решительно и сыграл Д5. В интервью он как раз-таки тоже сказал, что играя Д5, я понимал, что я сжигаю мосты, по сути дела. И ход мне не сказать, что прям очень непросто дался. С другой стороны, как бы я подумал, что я здесь именно должен, как говорится, гемблить. Вот такой вот, в общем-то, то есть, по сути дела, лудить. Ну и так он сыграл Д5. Ход, на самом деле, конечно же, классический, однако, ну, далеко не обязательно. То есть, если выбирать из перспектив, то, возможно, же 3 с выигрышем Ферзя сулило белым больше. Но, тем не менее, Д5 Е5, то есть, стандартная реакция. Конь, естественно, направляется в центр и белый блокирует позицию ходом Ферзь Д4. Как здесь оценивал позицию Феружи? Вопрос серьезный. Феружи, кстати, много тратил времени на решение. То есть, не сказать, что ему было легко принимать решение. И после хода Ферзь Д4 позиция просто носит классический, как говорится, такой вот вид, где у белых хорошая компенсация за пешку. И черным необходимо просто делать какие-то крепкие ходы. Быть внимательным, скажем так. И Феружи наверняка уже смотрел в какой-то момент даже с перспективы. Мы знаем, что молодежь, она изначально у нас всегда смотрит на всю с оптимизмом и с перспективой. Ну, в общем-то, он был прав. Объективно, позиция непростая. Сыграл Ладья Ц8. Четкий ход. Ладья А1. Ладья А5 делать совершенно нечего. И реноса уже Феружи сразу же А5. Ну что же, вот первая сейчас критическая позиция будет, о которой мы поговорим. Ладья Б1. И вот здесь Феружи мог спокойно совершенно завершать, наверное, все вопросы, сыграя слона 6. То есть, мог сыграть слона 6, и в этом случае он отдавал бы пешку на Д5, но развязывался бы от этой неприятной связки. То есть, белому лучше ничего не предложить, чем взять этой пешки. Ну и после хода конь Ж5, в общем-то, уже позиция близка к равенству полному. То есть, здесь объективно ловить практически нечего. Успевают здесь черные подменять фигуры, зацепиться. Ну, в общем-то, слабости в них нет. Более того, есть еще отдаленная проходная. Ну, так он не сыграл, и, вероятнее всего, уже присматривался к тому, чтобы сыграть на перехват. То есть, это амбиция, это классика. То есть, и поэтому слон С6 в этой позиции можно понять. Слон С6, ход тоже очень надежный. Мы видим, что защищает пешку, готовит А4. Ну и, в общем, Магнус действительно здесь должен действовать решительно. И Магнус не заставил себя ждать. Сыграл Е6, подкручивая, так сказать, подбрасывая от топку дополнительную материю. И освобождает, таким образом, поле Е5 для осуществления маневра. ФЕ. Стоило брать? Наверное, да. Потому что слон Е8 смотрится немножко искусственно. Поэтому черные должны здесь материал все-таки прибирать. Конь Е5. И теперь белые угрожали ходом Ф3. Поэтому ферзенку пришлось регироваться. Ну и объективно, конечно, если белые хотели здесь играть на ничью, они могли бы просто все перебить. И партия очень быстро завершилась бы равенством. Но Магнус играл на победу. И играл очень интересно. Сыграл Ф3. Конь Ж5. Также заслужил внимание ход Конь Ж3. Но Конь Ж5 смотрится более человечно. То есть защищается пешка на Е6 поближе к королю. То есть фигуры более компактны. Ладья Б6. Магнус здесь почувствовал запах, так сказать, крови. Да, плюс ко всему, как я уже говорил, Ферруджи некоторые вопросы испытывал со временем. Слон Е8. И очередная критическая позиция, к которой мы сейчас приходим. Вторая критическая позиция. Белые сыграли Ферзь Е3. В этой ситуации у черных был нестандартный, я бы даже сказал, ход. Ход, который делать не хочется, но надо было. Это ход Х5. То есть этот ход, который отрезал коня от действий, от активных действий. То есть это очень важный ход за черных. И в белом здесь сложно предпринять каких-то активных продолжений. Очень сложно понять, как дальше вести атаку. Оценка компьютера, естественно, в пользу черных. Потому что компьютер всегда оценивает материю. Но мы говорим о человеческих решениях. И далеко здесь непросто было черным даже согласиться на такой-такой неоднозначный ход Х5. Сыграл он А4. То есть более такое блицовое решение скорее. То есть логично надо двигать пешку, пока она идет. Она проходная, все разумно. Но вот Магнус здесь зацепил. Сыграл Конь Ж4. Сильный ход. Ферзь Д8. Теперь это ход практически единственный. Потому как теперь на Х4 черный успевает сыграть Д4. Перекрывая таким образом защиту Л1 и В6. И Магнус, естественно, видел, что здесь за идея. Он, естественно, ударил на Е6. Здесь было очень мало времени у Феруджи. И Магнус тоже говорил об этом. Что, в общем-то, я понимал, что наверняка здесь у черных должно быть все нормально. Но, тем не менее, я должен был здесь подкручивать. И, по большому счету, Феруджи имел проблемы с временем. И это определенный отпечаток накладывало. И ладья Е6. Вот опять, и, пожалуй, третий такой критический момент, который надо обсудить. Это взятие на Е6. Ферзь Бет Е6. И слон Ф7. Вот этот ход имелся грубейшей ошибкой. Который, по сути дела, перечитнул все надежды на хороший исход для черных. Необходимо было играть холодно на король А8. И на конь бьет А6. Ход, в принципе, самый естественный. Угрожает мат. Вот такой неожиданный ход черные могли бы исполнить. Слон А5. Очень элегантный ход, который мало верится. Но, тем не менее, ход такой есть. Возможно, что-то здесь не понравилось. Феруджи. Кто знает. Но на ферзь Ф5 кажется, что белые ставят мат. Черные защищаются прекрасным образом. Шах и съедают коня. Неожиданно белые уже проигрывают. И здесь сложно представить, как продолжать. Ну, король А2, скажем, ферзь А6. Ладья Е6. Ну, и, допустим, Ж6. В общем-то, атаки нет. Но, как бы, конечно, еще можно двигаться. Он, как говорится, дребит лапами. Но это все не то. Значит, возможно, это выпало из поля зрения. Может быть, не понравилось что-то другое. Но, с другой стороны, после хода слона А5 не видно белым никак продолжать действительно атаку. На коне Ф5 всегда черные стабилизируют позицию короля ходом ферзь Ф6. Ну, а любое другое движение, допустим, кони Ф7, там слоны Ф7, опять-таки ферзь Ф7. Мы всегда имеем выход с активной идеей. Ферзь бьет Е1. А также парируя ход ладья Е5 ввиду хода ферзь Д4 шаг. То есть, очень точные ходы. Ну, естественно, черные и белые могут продолжить. То есть, ладья Е7 теперь сыграть ферзь Ф6, ферзь Х5, ферзь Х6. Вот. И, опять-таки, черная пешка А жива. Это означает то, что черные здесь владеют сильной инициативой. Ну, что еще можно было за белых порекомендовать? Не играть конь бьет Х6. Ну, хорошо, можно было попробовать сыграть ферзь Ф5, что, в общем, тоже разумно. Но в этом случае последовал бы шаг, король Х1. И черные должны были откупаться слонов. И здесь, после размена, естественно, черная пешка начала бы очень сильное движение. И, естественно, пешка на А2, которая приходила бы мгновенно, она обеспечивала бы черным, как минимум, ничью. Но так мне последовало. А последовало, как я уже сказал, зевок, можно сказать, грубейшая ошибка. По сути дела, Ферружи сделал только две неточности в партии и одну ошибку. Ну, вот, пожалуйста, получите. Конь бьет Х6, ЖХ, Ферзь Х6. Очень красиво то, что грозит мат в три хода. Там буквально в четыре грозит слон Х7. А на ферзь С7 споследовал мат не менее симпатичный. Шаг, король Ф8, шаг, слон Ж8 и ферзь Х6, шаг. И не дожидаясь ответа, не дожидаясь, точнее, продолжения здесь, как говорится, постановки мат, Ферружи сдался. То есть, потому что, как Ферзь Х7, Ферзь Д6 ведет к простому мату два хода, так и король Ф7 ведет к не менее симпатичному мату пешкой или слону. Ну, вот такая вот достаточно классная, на мой взгляд, партия, которая была и стратегической, и позиционная, комбинационная, прошу прощения. Ну, и, в общем-то, было весьма интересно. Ферружи показал, что он, в принципе, старался, что он боролся, однако этого не хватило. Магнус прекрасно начинает турнир. Решения давались ему достаточно легко, и, несмотря на то, что он говорил, что я играл достаточно скверно, тем не менее, мы видим, что результат оказался очень хорошим. Ну, что же, посмотрим, что будет в следующих партиях, в следующих раундах. Смотрим за Вейконзеей. Поддержим команду Ческомру. И до новых встреч. Пока. Продолжение следует...